Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале Artstyle Xiaomi Mi 9. В этом году, в 2019-м, будет несколько версий этого телефона выпускаться, плюс еще Redmi K-серия, которая будет на него похожа. Но обзор я снимаю, когда кассири еще даже не представили, поэтому о ней говорить ничего не буду. Расскажу все плюсы, минусы, особенности Mi 9, как человек, который пользовался обычным Mi 5, Mi 5s, но дальше не пошел. Шестой как-то так был, восьмой мне не понравился, в основном из-за того, что я к Xiaomi даже несколько так... Я не был никогда, как меня считают, каким-то фанатом Xiaomi, но когда я увидел вот эти уродские моноброви, когда увидел, что они убрали разъем для наушников, мне стало печально. Mi 9 мне понравился значительно больше, чем восьмерка, но все равно есть какие-то недочеты, но на фоне их, конечно, аппарат получился очень хорошим. Я думаю, это будет большой-большой-большой популярностью. Я думаю, этот аппарат будет пользоваться большой популярностью, потому что цена-качество здесь просто зашкаливает. Из нововведений, забегая вперед, коротко скажу, что действительно понравилось. Это широкоугольная съемка. Xiaomi почему-то назвали ее «рыбий глаз». Об этом я подробнее расскажу, она реально классная. Очень сильно выросло качество видео. На мой взгляд, качество видео теперь ничем не уступает любым другим телефонам. Хотя и на прошлый, даже на Mi 8 и так далее, видео ничего, очень даже ничего было. Но сейчас оно совершенно точно может конкурировать с телефонами, которые в два раза дороже. Флагманы там, не знаю, от Apple или от Samsung новые. Совершенно точно. Начнем, как обычно, с внешнего вида. В этом году телефон получил дисплей с меньшими рамками снизу, но по бокам, ребята, конечно, рамки все равно остались большими. Да, я не буду придираться. Я понимаю, что Xiaomi продает не за самые огромные деньги телефоны. Но все-таки, с одной стороны, держишь телефон в руке, некая воздушность есть. Рамочки стали меньше снизу. Монобровь исчезла, но появились по-настоящему огромные просто рамки вокруг фронтальной камеры. Неужели они не могли более аккуратную капельку сделать? В целом, ощущения остались хорошие, приятные. Алюминиевая рама, 7000 серия, разумеется, алюминий. Сзади стекло, разумеется, стекло Gorilla Glass 5 защиты. Переднее стекло Gorilla Glass 6. И по внешнему виду есть также изменения. Появилась кнопка с левой стороны. Кнопка программируемая. По умолчанию на нее записан Google помощник голосовой. Но можно поменять на фонарик, либо на какие-то другие функции. Срабатывает как одинарное, так двойное, так и долгое нажатие. В принципе, это удобно. Ложных нажатий у меня не было. С левой стороны также лоточек. Тут только две наносим-карты, карты памяти поставить телефон, к сожалению, нельзя. С правой стороны все стандартно. Включение кнопок, громкости. Сверху есть инфракрасный порт. Дополнительный микрофон. Снизу, вот что мне не нравится, Xiaomi могут, но почему-то специально не хотят. Я не понимаю, почему они не поставили сюда стерео. Блин, динамик, при том вот решетка динамика достаточно большой. Я не понимаю, почему. Динамик-то хороший. На нем можно фильмы смотреть громко, сочно, четко. Отличный. Ну блин, он один. Это как-то очень странно. Почему, я понять не могу. Я понимаю, что не все смотрят фильмы на телефоне. Ну блин, вы записали видео там ребенка своего, себя, на отдыхе что-то, и вы смотрите с убогим монодинамиком. Это какой-то бред, если честно, называю. Но это, наверное, чуть ли не единственная вещь, которая меня в телефоне раздражает. Даже батарейка 3300 не такая плохая, забегай вперед, скажу. Разъем USB Type-C. Конечно, в телефоне есть беспроводная зарядка, при том быстрая беспроводная зарядка. И, конечно, быстрая проводная зарядка QuickChange 4. Но в комплекте идет зарядка 5.2 Ампер стандартная. Ну, в принципе, большинство этого хватит. И плюс, именно беспроводная, это удобно. Покупайте любой адаптер, но можете купить, опять же, в Xiaomi, быстрый беспроводный, будете заряжать. Очень удобно. Поэтому с внешним видом, наверное, все. Больше добавить нечего, кроме того, что телефон маркий. Очень маркий, но этим страдает подавляющее большинство стеклянных телефонов. В комплекте идет бампер. Он простейший, но хороший. И я советую его одевать. С ним телефон... Без него он, кстати, не скользкий. Но все равно, с ним как-то защита будет получше. В смартфоне 4 камеры. 3 камеры основных. 48, 16 и 12 мегапикселей. И фронтальная камера на 20 мегапикселей. На самом деле, 48 мегапикселей, это, конечно, все круто. Но, на мой взгляд, фотографировать такие тяжелые снимки, они далеко не всегда и не всем нужны. Основные фишки в камере мне понравилось. Ну, сейчас я расскажу о широкоугольной. Это самое то, что мне здесь понравилось больше всего. Основная камера делает очень хорошие снимки, разумеется, днем. Прекрасные просто. Вы, опять же, оригиналы можете посмотреть по ссылке под этим видео. Вы видите их на экране. Если говорить о приближении двухкратном, то, мне кажется, слегка мылит, как ни странно. И вроде руки у меня не кривые, но двухкратный зум не такой хороший, как мне казалось. И, конечно, очень-очень крутая функция. Это рыбий глаз. Называется Xiaomi почему-то, но это прекрасно. Мне очень нравятся фотографии, потому что они практически не искажаются ни по краям, ни в центре. Они остаются ровными, прекрасными и красивыми. И особенно меня порадовала возможность, конечно, я это видел и в других телефонах. Я очень рад, что есть это здесь. Это видеозапись через широкоугольную камеру. Ребята, обычное видео. С того же ракурса уже широкоугольное видео. С места я не сходил. Круто. А стабилизацию в широкоугольном проверим. Отличное, по-моему, кстати. Поэтому вот эти вот 48 мегапикселей, это по большому счету маркетинг. Он здесь нафиг не нужен, потому что мы используем другую камеру, которая широкоугольная. Я лично с удовольствием, если бы у меня был такой телефон, фотографировал бы все на широкоугольную камеру. И фото, и видео. Мало того, могу сказать, телефон, конечно, записывает качество до 4К. И 4К можно использовать на широкоугольной камере, на рыбьем глазе. И качество, на мой взгляд, и стабилизация лучше. А, кстати, здесь оптической стабилизации нет ни на какую из камер. И не только стабилизация лучше в обычном режиме, но и в 4К широкоугольном. Это реально очень круто. В остальном камера, наверное, можно сказать, стандартная. Ускорение, замедление, куча разных настроек, если они вам, конечно, нужны. Можно поставить 4К 30 фпс. Если мы уберем широкоугольную камеру, то можно будет поставить уже 4К 60 фпс. Я пробовал и так, и так. Если используем обычную камеру, лучше в Full HD использовать 30 фпс. На мой взгляд, стабилизация наиболее хорошая. То есть, по камере вывод. Однозначно классные. Единственное, я очень много фотографий наделал. Наверное, под сотню, не меньше. Но забыл про ночные. И телефон мне уже отдавать, как-то сделал в попыхах, получились ужасные. Уж не знаю, либо они действительно ужасные, либо все-таки я неудачно их сделал. Поэтому посмотрите примеры. Как-то все печально. В остальном камера просто шикарная. Экран. Хочу отметить, что наконец-то в Mi 9 появилась возможность. Не знаю, как в Xiaomi это правильно называется. В Samsung называется Always on Display. Кто хоть распользовался, понимает меня. Это уведомление. Не уведомление, а картинка в режиме ожидания. Это, конечно, тратит батарею, но очень мало. Картинок можно выбрать много. Это даже не совсем картинки. Это время, погода. Очень прикольно. Вот даже по умолчанию, которое сделано, солнышко высоко. И оно со временем будет к закату близко. Это круто. Это хорошо. Появилась в Xiaomi. Но поговорим об экране. Это все-таки второстепенная функция. Автоматическое включение экрана называется она на Xiaomi. Почти 6,4 дюйма экран, 2,340 на 1080 разрешение, 403 пикселя на дюйм, 19 на 9 экран вытянутый. По экрану могу сказать только хорошее. Есть самое необходимое. Все, что нужно. То есть настройка цветовой температуры, контраст можно сделать поменьше, повышенный авто. И в Mi 9 теперь сканер отпечатков пальцев есть прямо в экране. Это уже не новинка. Многие фирмы уже это сделали. И вот Xiaomi тоже сделала. Это хорошо. Мне нравится, как работает сканер. Я не знаю, если будете писать, у меня не срабатывает. Я не понимаю. Телефон мой разблокирует 10 из 10. Притом, даже если я касаюсь просто верхней частью пальца, он разблокирует всегда. 100%. Может быть, дело в прошивке. Потому что было уже, когда я говорю, у меня разблокируют, у людей почему-то не разблокируют. Понять не могу причину. Ладно, с экраном мне больше добавить нечего. Конечно, экран классный. Что касается батареи. Здесь 3300 мАч. Я, конечно, ждал больше. Тем более, это Xiaomi, которая совершенно легко пихает батарейку в 4000. Но 3300. Что касается воспроизведения видео на максимальной яркости, которую я всегда использую, запуская один и тот же фильм. Вот он, именно этот. В режиме самолета. Максимальный экран, разумеется. Здесь и черных, и белых сцен очень много. То есть, отлично тестировать и AMOLED, и IPS-экраны. Получился у меня результат около 14 часов. Это, конечно, не так и много. Но больше, чем обычные IPS-экраны. В реальном использовании, если ходить с телефоном с одной сим-картой, пользоваться мессенджерами, использовать его полноценно, гонять, на день хватать должно. Все-таки оптимизация, 7-нанометровый процессор. Но, конечно, конечно, телефон не долгожитель. Но и неплохой. Средний показатель. Я, повторюсь, ждал от Xiaomi, что они увеличивают батарейку. Ну, нифига. 3-300, нате. Ну, и ругать тоже, с другой стороны, нечего. По железу тут полный порядок. Здесь Qualcomm Snapdragon 855. Это круто. Xiaomi, конечно, большие молодцы. Это один из таких, как сказать, столпов, на которых держится компания. И я думаю, все это понимают. Потому что Qualcomm это офигенные процессоры. Реально офигенные. 855, это, опять же, должен быть шаг вперед. Но, на мой взгляд, я до сих пор сижу на Xiaomi Mi Mix 2S. Он мне надоел до чертиков. Мне надоела оболочка, честно, до чертиков. Вот Xiaomi классная фирма. Оболочка классная. Но вот я поставил туда, ну, это я сейчас несколько отвлекусь, но все-таки скажу. Я поставил туда Poco Launcher. Мне надоело вот это меню без рабочих столов. То есть, только рабочие столы. Но мне надоело. Я хочу куда-нибудь уйти в сторону. И вроде и Samsung не хочется. iPhone терпеть не могу. Другие фирмы как-то тоже все. Не LG, не что. Поэтому я сейчас не знаю, что себе взять. Asus 6, Zenfone 6, очень жду. Ну, да ладно. По, собственно, производительности хочу сказать, что 845 и 855 и даже 835, хотя там я замечу разницу на игрушках, какой-то большой разницы нет. Конечно, это круто, что здесь новый процессор. Еще раз скажу, Xiaomi большие красавчики. Он набирает в Antutu там под 400 должен, скорее всего, с обновлениями. Сейчас 360 тысяч баллов. И это круто. Тянуть будет абсолютно все. Вот что вы с ним делать не будете. Какие игры, максимальные настройки не поставите. Что бы вы с ним ни делали, качайте массивную информацию. Открывайте, не знаю, там 30 вкладок или больше, сколько вы сможете. Запустите кучу приложений. Будет полный порядок. Просто суперский. И отмечу, что выпускается телефон либо с 6, либо с 8 гигабайтами оперативной памяти. И либо 64, либо 128 гигабайт встроенный. Еще раз отмечу, без карты памяти. А сам процессор, если кому интересно, то 855 дракон по 7 нанометровой технологии. И всего одно ядро имеет очень высокую тактовую частоту 2,84. Три ядра имеют 2,4 и еще четыре ядра 1,8. А видеопроцессор Adreno 640. Может быть, для вас эта информация была полезной. Оболочка смартфона. Конечно, поверх Android мы уже привыкли. В принципе, можно не смотреть, какая версия Android тут стоит. Потому что все работает на MIUI Global 10.2 на данный момент, когда снимаю обзор. Могу отметить, что оболочка точно такая же, как и абсолютно любой телефон. Ну, кроме совсем, наверное, дешевого. И то там очень все похоже, все есть. Есть только столы, рабочие столы. Меню приложений нет. Но, как я и говорил, лечится все это другим, например. Можно поставить другой лаунчер. Ничего нового. И это, наверное, и хорошо, и плохо. Для тех, кто не пользовался Xiaomi, здесь могу сказать огромное количество разных настроек. Вы можете даже вот эти вот кнопки и жесты записать, например, на кнопку назад, включение экрана. Это реально удобно. Я уже рассказывал о том, что появилась кнопка, которая программируемая. Вообще, оболочка очень гибкая, приятная. Например, мы открываем все приложения, и, пожалуйста, мы можем двойные приложения записать. Ну, как и двойные приложения открыть. Это удобно. Я сам так использую. Например, сверху у меня интернет, либо YouTube. А здесь WhatsApp. Я могу одновременно переписываться. Все так достаточно гибко, удобно и приятно. Оболочка очень быстрая. Это также одна из причин успеха Xiaomi. Потому что все работает очень быстро. Даже на недорогих телефонах. Чего уж говорить о телефоне в флагманском аппарате. Настроек много. Кстати, телефон не обделен индикатором уведомлений. Он вот здесь, он убогий. То есть, раньше был разноцветный. Вот, куда еще 2-3 назад. Сейчас Xiaomi стали экономить. Но то, что он есть, все равно за это спасибо. Белый индикатор уведомлений здесь есть. Можно много всего включить. Можно много всего настроить. Но наушники, например, настроить это смешно. То есть, их можно использовать только по проводам. А разъем для наушников нет. В комплекте переходник на, собственно, на 3,5 мм. И Type-C. Что еще вам про него рассказать? Оболочка гибкая. Гибкость выражается в разных настройках. Например, мы можем сделать безграничный экран. Управление жестами. Это действительно удобно. Мы можем сделать второе пространство. То есть, создать еще одну учетную запись. И под паролем туда заходить. Мы можем сделать клонирование приложений. Поставить два приложения разных. С разными учетными записями. Это действительно удобно. И много разных фишечек, которые действительно прикольные. Не знаю, например, сюда нажимаешь. Попадаешь в будильники. А вот у меня Pixel, второй телефон. Там такого нет. Сюда нажимаешь. Попадаешь, например, в календарь. То есть, Xiaomi это гибкая, приятная оболочка. Но со временем она просто уже настолько надоедает. А нового ничего у них практически не появляется. Поэтому, горе, это и плюс, и минус. Ладно. С оболочкой закончили. Итог. Конечно, мне бы хотелось в этом телефоне стерео. Мне бы в этом телефоне хотелось разъем для наушников 3,5 мм. Пусть многие меня не поймут, но иногда, знаете, как сильно бесит, когда у тебя хорошие наушники лежат в сумке, а ты забыл переходник. У меня трое беспроводных наушников. Это круто. Но она ничем не мешает. Притом, отмечу, ни водостойкости в этом году также не завезли в Xiaomi. Ну, ладно. Учитывая цену, наверное, можно простить и придираться не буду. Ни оптической стабилизации. Хотя, как и говорил, в широкоугольном рыбнем глазе, по-моему, стабилизация лучше, чем в обычной съемке, имею в виду. В целом, впечатление осталось офигенное. Телефон классный. Но вот я себе не куплю. По двум причинам. Мне хочется стерео. Пусть это и не важно. Я не так часто использую телефон именно как... Но использую все-таки. Мне хотелось бы разъем для наушников. Зачем его меня лишили, я понять не могу. Это глупо. Да и все, в принципе. Телефон классный. Мне, как блогеру, очень, конечно, впечатляет, что на этот телефон я вот снимаю обзор какой-то. Я могу подсъемы делать, какого-нибудь самоката. Опять же, я еще на Xiaomi Mi 5S или на Mi 5 снимал обзор полноценный. Электронную книгу ради интереса. Никто и не понял, что это на телефон снято. Настолько хорошо было. Это уже девятая версия. Если кто-то таким телефоном пользуется, уже купил, конечно, отпишите свой небольшой опыт. По мне так телефон удался однозначно, несмотря на мелкие недочеты. Кто-то на них вообще внимания не обратит. Поэтому Xiaomi, говорю, опять молодцы. На этом у меня все. Как всегда желаю. Будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков. С уважением. Ко всем, Давид. Счастливо. Не странно, ребят, во всех Xiaomi есть возможность скрыть монобровь или вырез под фронтальную камеру? В этом телефоне я не нашел. Перерыл все. По два раза. Темная тема, например, есть. Уведомления на экране есть. А скрыть вырез не нашел. Возможно, в будущих обновлениях появится.